Во вторник, 6 ноября, в нашей стране проходили выборы. И нетрудно было заметить, что многие-многие люди искренне переживали о результатах выборов. Я думаю, вы это замечали, как хотя бы некоторые, кто участвовал в выборах, они считали себя даже частью происходящего. Когда говорили, мы потеряли палату представителей, но Сенат остался за нами, или наоборот, мы выиграли палату представителей, ну это практически невозможно, жить вот в этой стране и быть оторванным от происходящего вокруг. Братья и сестры, вы не замечали, что многие из нас уже считают не годы, а десятилетия жизни в Америке. Многие из наших детей родились и уже выросли здесь, в Америке. Это уже не чужая страна, это уже не незнакомая страна. Со многим мы уже хорошо познакомились и даже уже участвуем в выборах или участвуем в общественно-политической жизни нашей страны. Вы знаете, вот так вот получилось, что многие из нас имеют опыт жизни в двух странах, и мы можем видеть и понимать разницу. И согласитесь, разница не только в том, что люди кушали в Советском Союзе, и что люди кушают здесь, или в том, как жили там и как живут здесь, но очень большая разница в том, как люди думают. И вот как раз таки от того, как люди думают, и зависит устройство общества. А прошлый век, Советский Союз, это эпоха атеизма. Атеизм – это отвержение веры в существование Бога. Вы знаете, даже если не быть сильно знакомым вот с этой эпохой, вот даже вот слушая песни, которые мы поем общим пением, можно себе представить, что это было за время для церкви. Порой это была самая настоящая и беспощадная борьба против веры в Бога. Верующим препятствовали учиться, работать, верующих сажали в тюрьмы, верующих лишали жизни, нельзя было печатать Библии, литературу, нельзя было полноценно общаться. Но все же Церковь Господня прошла и это время. Церковь не уничтожили атеисты и атеизм. Многие из них уже давно покоятся в земле, а Церковь существует и развивается. А для Церкви в Америке это другая эпоха. А эпоха с другими событиями, эпоха с другими сложностями. Верующим можно учиться, можно работать, верующим можно полноценно собираться. Верующих за веру не сажают в тюрьмы, верующих не лишают жизни. Но мы не перестали переживать, не так ли? Мы переживаем за себя, переживаем за наших детей, как мы сегодня уже молились о детях. Жизнь Церкви в Америке отличается от жизни Церкви в Советском Союзе. И нам еще о многом предстоит думать, нам еще много предстоит принимать сложных и продуманных решений. Но нас с вами не может покидать уверенность в том, что Церковь пройдет и эту эпоху. Церковь Господня устоит, потому что Господь не оставит и не оставил Церкви. Ворота ада не одолеют Церковь. У Церкви будут служители, верные служители, а с твердым голосом у Церкви будут верные члены Церкви. Простые люди, которые хранят верность Писанию в самой простой и обычной жизни. Ведь по-другому быть не может. Этому мы учимся из истории. А сегодня попробуем еще раз коротко ознакомиться с господствующим мировоззрением, которым теперь живет наша страна. Вот если прошлый век – это эпоха атеизма, то наше время – это эпоха гуманизма. Если прошлый век, Советский Союз – это эпоха атеизма, то наше время – это эпоха гуманизма. И как мы с вами увидим, не меньше опасное и разрушительное мировоззрение уже миллионов людей, политиков, ученых, государственных деятелей. Не столько мы с вами ознакомимся с этим мировоззрением, сколько попробуем увидеть последствия или влияние гуманизма на жизнь общества и на нашу с вами жизнь. Вы знаете, на протяжении истории человечества мировоззрение гуманизма, оно появлялось не один раз. И появлялось в самых разных формах, и с различными акцентами. И вот так вот говорят, что лучший способ обобщить основные принципы гуманизма – это использовать выражение древнегреческого философа Протагора. Его считают автором следующего выражения «человек – мера всех вещей». Очень-очень давно один из греческих философов высказал вот такую вот мысль, что человек – это мера всех вещей. Таким образом, в общем, что можно сказать о мировоззрении гуманизма? Гуманизм учит, что человек является мерилом всего. Ну, послушайте, одно из простых, вот как размышлял этот человек. Вот он говорил, что дует один и тот же ветер, но кто-то из людей при этом ветре мерзнет, а кто-то нет. Так разве можно сказать, что ветер холодный или теплый сам по себе? То есть из этого он делал вывод, что человек – это мера всех вещей, человек – это мерило всего. Вы знаете, это оказалась очень удобная философия, поскольку позволяет оправдать все, что угодно. Очень удобная философия, мировоззрение, система построения общества, потому что позволяет оправдать все, что угодно. Раз человек – это мера всех вещей, он как раз-таки и выступает мерилом истины и лжи. То есть теперь человек – это закон сам для себя. И основой этики, основой нравственности теперь является разум человека, разум, который отказывается подчиняться божественному откровению. Особенно с начала XX века гуманизм становится господствующим мировоззрением нашей с вами страны. То есть человек – это окончательный судья того, что правильно и того, что неправильно. Итак, одно из событий, на которое оказал влияние именно гуманизм – это решение Верховного Суда нашей страны. Еще в 1973 году, или 45 лет назад, суд постановил, что женщина имеет право прерывать беременность по собственному желанию. Это решение Верховного Суда относительно абортов. Опять вот наше с вами желание в общем ознакомиться с тем, как нравственные ценности общества соответствует тому, что говорит Священное Писание. Есть один интересный библейский текст, вот которым можно характеризовать время, в котором мы с вами живем. Наверное, неправильно думать, что такого времени не было. Может быть, в деталях такого времени не было, но в общем человечество, мир, он существует так, как существовал и 2000 лет назад. Об этом написал апостол Павел в послании к Кримленам, 1 глава, 32 стих. Послание к Кримленам, 1 глава, 32 стих. Павел говорит о пороках людей. Вот в конце этой главы он перечисляет больше, чем 20 пороков людей. Посмотрите, какой вывод делает апостол Павел. Люди знают праведный суд Божий. Люди знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Он перечислил каталог пороков и говорит, люди знают, что вот делающие такие дела достойны смерти, однако не только их одобряют, не только их делают, но и делающих одобряют. Мы с вами живем именно в такое время. Вы знаете, вот если говорить о решении Верховного Суда в пользу абортов, это было революционное решение. Чем оно было революционно? Вот можете себе представить, то в течение одного дня то, что запрещалось, то, что осуждалось, оно теперь празднуется. Не только сами делают, но и делающих одобряют. То есть мы с вами живем тогда, когда вот нравственные ценности вот так вот не просто меняются, но все переворачивается. И то, что когда-то осуждалось, празднуется. А если кто-то не верит, то такого человека сильно или такое мировоззрение сильно осуждают. Итак, наше рассуждение мы разделим на три части. И каждая из частей будет ответом на ключевой вопрос, касающийся практики абортов. Первое. Мы с вами посмотрим, насколько драгоценна жизнь человека. Второе. Попробуем ответить на вопрос, когда начинается жизнь человека. И третье. Мы с вами попробуем увидеть, вот какую роль может занимать церковь в решении этого вопроса. Вы знаете, вообще в основе проблемы абортов лежит один всеобъемлющий вопрос. «Является ли аборт формой убийства?» «Является ли аборт формой убийства?» Это один из основных вопросов, на который люди сегодня пытаются одним или другим способом ответить. Другими словами, включает ли в себя аборт умышленное уничтожение живого человека? Включает ли в себя аборт умышленное уничтожение живого человека? Первые два пункта наших рассуждений помогут нам ответить на этот вопрос. И последний пункт наших рассуждений поможет нам увидеть одну из основных ролей церкви в этом вопросе. Итак, насколько драгоценна жизнь человека? Ну, с одной стороны, может показаться вопрос неуместный, потому что все цивилизованные люди понимают, что жизнь человека неприкосновенна. Жизнь человека неприкосновенна. Однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вот последние несколько сотен лет, опять человечество, жизнь человечества особенно тем, что это нескончаемый поток научных открытий. Не так ли регулярно мы с вами получаем какие-то сообщения о новых научных открытиях? И вот что особенно, что интересно для нас с вами, для всех людей, особенно вот эти вот открытия, которые увеличивают наше понимание размера Вселенной. То есть сегодня действительно трудно понять, насколько велика Вселенная. То есть огромная-огромная Вселенная. Все это знают, все с этим соглашаются. То есть если Вселенной нет конца, тут очень интересный вопрос. Какую роль занимает человек в этой огромной Вселенной? Ведь в обширном космическом океане Земля это едва заметное пятнышко. Я думаю, вы слышали, что очень часто Вселенную называют механизм. Это огромная механическая машина. А вот что говорят о человеке? Вот когда Вселенную считают механизмом, говорят, что совсем случайно в этом механизме появился человек. То есть случайное зарождение жизни человека. То есть это с одной стороны, это наше прошлое человечество, говоря о прошлом человечества, утверждают, что это случайное зарождение жизни. С другой стороны, когда опять говорят о механизме Вселенной, и отмечает, что если это механизм, то настанет определенный день этой машине суждено прекратить существование. Если это механизм, то настанет такой день, когда этой машине суждено прекратить свое существование. Посмотрите, как интересно все это вписывается в человек. С одной стороны, наше прошлое – это случайное происхождение, а с другой стороны – неизбежность уничтожения. То есть прошлое для человечества не имеет смысла, потому что мы появились случайно, а будущее для человека тоже не имеет смысла. Поэтому вполне логично утверждать, что и настоящее не имеет смысла. Поэтому многие-многие люди сегодня утверждают и говорят, что жизнь человека бессмысленна, незначительна, и больше того, жизнь человека ничтожна. Что говорит Библия о ценности жизни человека? Знаете, тоже очень интересно, вот человек среди всего остального, что наполняет землю, обретает особенное значение с самых первых страниц Библии. Именно сотворение дает ему особое место во Вселенной и особое достоинство. Не случайное происхождение, а тщательно продуманное дело великого мастера. Достоинство нашей жизни мы получаем от Бога. Человек, как творение, ограниченный, зависящий от Бога, но получает высокую ценность от своего Создателя. Думаю, вы хорошо знаете эти слова с первой главы книги Библии. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. То есть сотворенный по образу Бога – это то, что отличает людей от всех других живых существ. Именно печать образа и подобия соединяет Бога и человечество уникальным образом. Человек не является богоподобным, но уникальное отношение с Творцом дает нашей жизни достоинство, дает человеку достоинство. Конечно, грехопадение оставило отпечаток, но не лишило нас с вами полностью подобия Создателю. Образ Бога в человеке сохранился, сохранился в ограниченном смысле. Вы знаете, вот образ Бога в человеке особенно касается поведения человека. Вот до грехопадения у человека была ответственность, и у него была способность в своем поведении отражать святой характер Бога. После грехопадения человек потерял способность к нравственному совершенству. Однако человек, вот что сегодня делает человека человеком? Человек – это единственное существо, которое в своем поведении руководствуется духовными качествами. Единственное существо, которое в своем поведении руководствуется духовными качествами. Человек больше не может быть чист, но он по-прежнему человек. Мы по-прежнему люди, и поскольку мы еще люди, мы сохраняем образ Бога, даже в ограниченном смысле. И так, сотворенные по образу Бога, это заставляет, побуждает нас с вами очень высоко оценить положение человека во Вселенной. Именно поэтому, с другой стороны, высокое достоинство человека побуждает нас с вами воспринимать грех человека серьезно. То есть, если наша жизнь имеет высокое достоинство от Бога, то и грех человека необходимо воспринимать очень серьезно. Я думаю, это очень интересно рассуждать о нравственности человека. Очень простая иллюстрация. Вы когда-нибудь видели, как одно животное крадет пищу у другого? Ну, допустим, белка крадет пищу у белки или собака у собаки. Вот у нас дома в гараже мирно все существует, а кот и собака. И самые большие проблемы между ними возникают именно тогда, когда даешь колбасу одному и другому. И собака всегда пытается украсть пищу у кота. Вот скажите, пожалуйста, как вы реагируете, когда белка украла пищу у белки или собака у кошки? Мы чаще всего улыбаемся, не так ли? Можно там топнуть ногой или что-то сказать. Но если один человек похищает пищу у другого человека, это не смешно, не так ли? Если человек похищает пищу у человека, это не смешно. Есть такие преступления, которые сильно нас с вами беспокоят и возмущают. Потому что кража человека, она более серьезна, чем кража белок или крыс. Потому что человек – это более высокий порядок бытия. О человеке в Писании сказано, «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Именно по этой причине преступление против человека, оно более возмутительно, чем преступление против животного. И животное, и человек – существа, созданные Богом, но положение человека значительно выше, чем положение животного. Именно люди, а не животные, созданные по подобию Бога. Именно человеку принадлежит господство, роль господства на земле. Итак, жизнь человека – это важно, это серьезно, потому что человек – более высокий порядок бытия. Вы знаете, если говорить о ценности жизни человека, о неприкосновенности жизни человека, в Священном Писании можно ответить два очень важных библейских текста. Один текст, который отображает достоинство жизни. Первый текст – это очень древний текст, один из самых ранних текстов, самое начало Священного Писания, книга «Бытие», 9 глава, 6 стих. Вот так вот говорит нам Моисей. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божьему». Между прочим, это один из библейских текстов, который подтверждает и говорит, что даже после грехопадения насохранился образ и подобие Бога. 9 глава – это уже после грехопадения. Посмотрите, текст говорит о том, что человек создан по подобию Божьему. Это очень интересно говорить о ценности жизни. То есть библейская этика состоит в том, что поскольку человек – это носитель образа Бога, его жизнь неприкосновенна. Поскольку человек – это носитель образа Бога, его жизнь неприкосновенна. Любое злонамеренное уничтожение жизни, текст говорит о том, оно должно быть строго наказано. Если кто пролил кровь человека, того кровь должна быть пролита рукой человека. Мы с вами это называем высшей мерой наказания. Обратите внимание, что этот стих подчеркивает, что нападение на человеческую жизнь рассматривается Богом как нападение на себя. То есть убийство человека – это нападение того, кто является носителем образа Бога. Бог рассматривает убийство как скрытую попытку убить Бога. Далее вот именно вот эта вот идея сокровенность жизни человека, ценность жизни человека, она подтверждается, усиляется. Одно из десяти заповедей, очень короткая и простая заповедь – не убивай. Не убивай. Бог – это даятель жизни, человек не имеет права забирать эту жизнь у другого. И вот именно карательные меры против убийства подчеркивают тяжесть преступления именно из-за ценности жизни. То есть жизнь человека считается настолько священной, ее нельзя разрушать. Достоинство человеческой жизни покоится в том, что человек создан по образу, по подобию Бога. А кроме вот этих вот библейских текстов, кроме заповедей – не убивай – у нас есть еще учение нашего Господа Иисуса Христа. Это Нагорная проповедь. Пятая глава Евангелия от Матфея, 21-22 стих. Вы слышали, что сказано древним – не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит Гене Огненной. То есть вот эти вот слова нашего Господа, они имеют очень важное значение для нашего понимания ценности жизни. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос расширяет смысл закона Ветхого Завета. В своей Нагорной проповеди Он говорил о людях, которые, с одной стороны, Он говорил о людях, которые имели узкое или упрощенное понимание десяти заповедей. Некоторые из людей, о которых говорил Господь, они думали и были уверены в том, что если они не убили и не совершили прелюбодеяния, то им можно аплодировать за их великую добродетель. Однако Господь указывает на то, что закон Бога, десять заповедей, имеет еще и более широкое применение. Даже если закон не излагал чего-то подробно, это подразумевалось его более широким смыслом. Именно поэтому наш Господь рассматривал необоснованный гнев и клевету как часть убийства. Господь расширил сферу действия десяти заповедей, чтобы включить такие вопросы, как похоть и клевета. То есть закон против убийства включает все, что несправедливо ранит другого человека. То есть без всякого сомнения, читая Священное Писание, книги Ветхого Завета или книги Нового Завета мы увидим, эти книги открывают высокую ценность жизни человека. Жизнь бедного человека, жизнь угнетенного человека, жизнь овдовевшего человека или осиротевшего человека, жизнь больного человека, жизнь инвалида, одинаковая цена в глазах Бога. Сокровенность жизни человека – одна из ключевых тем Священного Писания. И обсуждение вопроса абортов не может обойти этой темы, потому что аборт – это дешевое и легкое уничтожение человеческой жизни. Аборт – это легкое и дешевое уничтожение человеческой жизни. Итак, сокровенность или неприкосновенность жизни человека изначально была сформулирована на страницах книг Ветхого Завета, и затем эта тема сокровенности жизни была расширена нашим Господом Иисусом Христом. Это первый пункт в наших рассуждениях. Следующий вопрос, на который попробуем ответить – когда начинается жизнь человека? Когда начинается жизнь человека? Знаете, без всякого сомнения, вопрос жизни человека – это глубокая тайна. Итак, чтобы увидеть глубину этой тайны, можно просто попытаться ответить на этот вопрос – когда начинается жизнь человека? Знаете, вот я читал о том, что очень интересно, сегодня ученые рассуждают, допустим, о неизлечимых болезнях. Вот, к примеру, болезнь рака. Почему так сложно найти лекарство от рака? То есть со всеми передовыми технологиями в нашем распоряжении, с использованием компьютеров в исследованиях, почему мы не продвигаемся быстрее в поисках лекарства от рака. Вы знаете, что говорят ученые? Они говорят, что обнаружить тайну рака – это все равно, что обнаружить тайну жизни. Обнаружить тайну рака – это все равно, что обнаружить тайну жизни. Почему? Потому что рак – это форма жизни. Только такая форма жизни, которая вышла из-под контроля. Форма жизни, которая вышла из-под контроля. Невозможно разгадать секрет жизни. Также очень сложно дать определение понятию «жизнь». Во все времена люди думали и пытались ответить на этот вопрос, что такое человек, что такое жизнь человека и что определяет личность. Очень интересно, вот думая об этом, обратиться опять к Библии, к Священному Писанию. В Библии нет явного утверждения о том, когда, в какой момент начинается жизнь человека. Однако, Священное Писание очень ясно утверждает непрерывность жизни между временем до рождения и временем после рождения. Священное Писание очень ясно утверждает непрерывность жизни между временем до рождения и после рождения. Есть такие библейские стихи, которые мы, может быть, читаем, и не всегда будешь думать о том, что в нем есть. Давайте прочитаем один из таких текстов. Евангелие от Луки, 1 глава, 44 стих. Луки 1, 44. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». Я думаю, вы помните повествование. Это слова или советы, которые встретил со своей родственницей Марией и услышал ее голос приветствия. Это очень интересно. Вот то, что существует в утробе матери, мы с вами называем зародыш или плод. Младенец – это ребенок грудного возраста. Обратите внимание, что сказала Елисавета. «Взыграл младенец радостно во чреве моем». То есть священное писание Библии, описывая жизнь до рождения, и после рождения использует одно и то же слово – младенец, подчеркивая непрерывность существования. То есть рождением не прерывается существование человека. Человек как личность, как жизнь существует и до рождения. То есть еще не родившийся Ян Крестителя Библия называет младенец. А кроме этого, есть достаточное количество текстов, которые говорят и об участии Бога в жизни человека еще до рождения. Очень любимый нами 138-й псалом. Псалом достойный заучивания, повторения. Посмотрите, что пишет Давид в этом псалме с 13-го стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Несокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда еще ни одного из них не было». Интересно, псалмопевец говорит, что именно Бог создал его еще в утробе матери. Как интересно, он рассуждает, он использует местоимения «мои». Это были кости «мои». То есть Давид еще не родился, но ссылается на себя до рождения. Кроме того, если я не ошибаюсь, это единственный текст, где используется слово «зародыш». Зародыш или эмбрион – это организм человека на самых ранних стадиях развития. В Библии есть пророк Иеремия. Мы также читаем об участии Бога до его рождения. «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». То есть Иеремии было сказано, что Бог знал его прежде, чем он родился. Личность Иеремии, находящегося в утробе матери, это было живое существо. И все же, чтобы оправдать какие-то действия аборта, говорят, это живое существо в утробе матери, но это не личность. То есть почему сегодня оправдывают аборты? Да, это живое существо, но это не личность. Это еще один из сложных и ключевых вопросов аборта. Является ли зародыш в утробе матери личностью, или это просто биологическая масса? Является ли зародыш в утробе матери личностью, или это просто биологическая масса? Библия очень ясно говорит, что у каждого родившегося ребенка есть прошлое. У каждого родившегося ребенка есть прошлое, и это не безличное прошлое. Еще один текст из книги Псалмов, это слова Давида, его Псалом Покаяния, 50-й Псалом, где он говорит следующие слова. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Выше мы с вами отметили текст, где говорилось о зародыши. Обратите внимание, данный текст говорит о зачатии. «Зачатие» – это начало беременности или зарождение плода. Если говорить о человеке как личности, к примеру, у нас личность Давида. Вот в какому моменту простирается понятие личности человека? Писание в этом стихе нас очень ясно учит, что понятие личности человека простирается к моменту зачатия. То есть личность человека существует еще до рождения. В этом отрывке Давид рассуждает, размышляет о грехе в своем сердце, который принял форму прелюбодеяния и убийства. Он признает, что грех его сердца сам по себе не является недавним явлением, но восходит к точке его зачатия в утробе матери. Существует непрерывная связь между плодом Давида в утробе матери и его взрослой жизнью. То есть в утробе матери развивается не просто биологическое содержание, а именно личность человека уже с расположением козлу. Еще один текст, мы вернемся к Елисавете. Тоже очень интересное повествование. Вы помните вот эту вот встречу? Опять вот это 44 стих. Когда голос приветствия твоего, Мария, дошел до слуха моего, она говорит, что взыграл младенец радостно во чреве моем. Взыграл младенец радостно во чреве моем. Вот эта вот встреча Марии и Елисаветы, и вот роль Иоанна Крестителя как предтечи, того, кто возвещает о Мессии, вот она здесь проявилась. То есть именно в утробе матери, да, вот родившийся Иоанн Креститель уже исполнял свое служение, он сказал о Мессии. А кроме того, эти стихи показывают, что до рождения Иоанн не просто мог узнать Иисуса, но при этом он мог проявить эмоции. То есть Елисавета поняла, что плод в ее чреве радуется, то есть проявляет эмоции, взыграл, прыгнул, потому что был в состоянии радости. Зародыш обладает способностями или явными признаками личности. Итак, тайна жизни человека – это глубокая тайна. А Библия ясно указывает, что нерожденные младенцы считаются живыми людьми до рождения. Библия ясно указывает, что нерожденные младенцы считаются живыми людьми до рождения. И достаточно количеств указывают, чтобы утверждать, что жизнь человека, скорее всего, начинается в момент зачатия. Развитие человека – это тоже процесс, который начинается с зачатия и продолжается до его смерти, не так ли? И развитие человека не начинается с рождения. Развитие человека не начинается с рождения. Это я прочитал, братья и сестры, я думаю, для многих матерей это известно, мне нужно говорить. Через две недели после зачатия наблюдается сердцебиение. Через две недели после зачатия наблюдается сердцебиение. Сердце циркулирует кровь внутри зародыша. Это не кровь матери. Это кровь, которую производит нерожденный ребенок. Шесть недель зародыш не больше ширины большого пальца. Приблизительно на этом сроке формируется лицо. Появляются зачатки глаз, носа. Прорисовывается будущий подбородок, щеки, ушные каналы. Можно прослушать сердцебиение ребенка. А спустя некоторое время узнать чистоту сердцебиения. В течение 43 дней у нерожденного ребенка обнаруживаются мозговые волны. Через 6,5 недель зародыш двигается. Не всегда мать чувствует это, поскольку зародыш еще очень и очень маленький. К концу 9 недель различаются отпечатки пальцев. К этому же времени можно разделить пол нерожденного человека. Почки к этому времени уже сформировались и функционируют. К концу 10 недели беременности функционирует желчный пузырь. Все органы тела функционируют к концу 12 недели. Все органы тела функционируют к концу 12 недели. Все это выполняется в течение первых трех месяцев беременности. Когда больной человек находится в больнице, постоянно наблюдаются показатели жизненно важных функций, vital signs, частота пульса, дыхание и давление. Все эти признаки явно присутствуют в зародыши. То есть когда начинается жизнь человека? Жизнь человека начинается до рождения. И из Священного Писания мы можем очень ясно утверждать, что жизнь человека начинается в момент зачатия. Итак, таким образом мы можем ответить на два очень важных вопроса, которые касаются абортов. С одной стороны, Писание очень ясно открывает высокую ценность и высокое достоинство жизни человека. Человек – это самая высокая форма бытия. Также Священное Писание очень ясно утверждает непрерывность жизни между временем до рождения и временем после рождения. И еще что, на что мы с вами обратили внимание, это роль Церкви в вопросе абортов. Мы как-то с вами отмечали, что у Церкви по отношению к миру есть большой непростительный грех. Это грех молчания. То есть есть такие вопросы, о которых Церковь просто не может молчать. Но кроме этого, мы с вами можем усмотреть еще одну немаловажную ответственность Церкви. Для этого нужно ответить на вопрос, является ли аборт грехом, у которого нет прощения? Является ли аборт грехом, у которого нет прощения? Вот поскольку в Священном Писании есть вот эта вот ссылка о непростительном грехе, некоторые люди торопятся к выводу, что аборт – это один из таких грехов, непростительных грехов. Действительно ли это обоснован вывод от непростительности аборта? Нет. Нет никаких библейских доказательств в поддержку того, что аборт – это непростительный грех. У нас есть примеры. Царь Давид был виновен в убийстве. Для личной выгоды он пошел на убийство Урии. Давид хотел жениться на его жене Версави. И вот именно раскаяние Давида над его грехом является примером библейского покаяния. У нас есть все основания полагать, что даже после его сложных грехов – прелюбодеяния и убийства – Давид был прощен и восстановлен к общению с Богом. У нас есть все основания полагать, что даже после сложных грехов, прелюбодеяния и убийства, Давид был восстановлен к общению с Богом. Существует не меньше оснований полагать, что те, кто подвергаются аборту, также могут быть прощены. Братья и сестры, это то, что сегодня церковь должна нести в мир. Если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Тысячи людей, прошедшие аборты, борются с чувством вины. Это страшное чувство преследует женщин, которые имели эти аборты, мужчин, которые поощряли эти аборты, и врачей, которые выполняли эти аборты. Единственным эффективным средством против чувства вины является реальное прощение. Я слышал интервью одной женщины, она вот так вот рассказывала после аборта, она говорила, что у ее мамы было активистское движение феминистов. А сама она отстаивала права женщин. Но вот говорит, когда я сделала аборт, она говорит, никакие феминистские убеждения не помогают справиться с глубоким чувством вины. Церковь сегодня может, должна нести весть о том, что есть реальное прощение для людей, которые мучаются в вине. Еще одно, братья и сестры, вы знаете, когда мы говорим о таких грехах, допустим, как аборт, однополые браки, может быть, еще что-то такое, особенно те грехи, против которых нам так легко противостать, протестовать. Вы знаете, иногда, ну, как-то верующие собираются, там, марши организовывают против однополых браков, против аборта. Вы знаете, не всегда это правильно, не всегда это хорошо. Почему? Потому что есть такие грехи, или вот мы осуждаем часто такие грехи, которым нам самих нет искушения. Понимаете? Нам очень легко осуждать такие грехи, которым нам нет искушения. Мы готовы с вами протестовать против однополых браков, против абортов. Сможем ли мы с вами протестовать против греха зависти? Или против разводов? Или против непонимания друг друга? То есть очень легко противостоять тем грехам, которым нам с вами нет искушения. Вы знаете, мы все с вами можем вот участвовать в том, что происходит в нашей стране, очень интересным образом. Еще, вы знаете, когда думаешь о заповедях Господних, когда вот рассуждаешь, думаешь, ну, неужели это просто запреты? Можно увидеть, что заповеди Господни, это не просто запреты. То есть, с одной стороны, там, допустим, запрет, не прелюбодействуй или не убивай. С другой стороны, это очень активное побуждение к противоположному образу жизни. То есть, если заповедь говорит, не прелюбодействуй, это не только в том, что воздерживайся от греха прелюбодеяния, с другой стороны, она очень активно побуждает нас вести жизнь целомудренную. То есть, не прелюбодействуй, с другой стороны, мы можем сказать, будь целомудрен. Точно так, когда мы говорим о заповеди, не убивай. Так, братья и сестры, мы все можем сделать что-то для того, чтобы жизнь человека, другого человека около меня стала лучше. Я думаю, это будет наше с вами участие в решении этого вопроса абортов. Давайте мы подумаем о том, чтобы об этой заповеди, не убивай, вот в том смысле, чтобы жизнь людей, которые вокруг нас, хоть как-то стала лучше. Будем исполнять эту заповедь. Братья и сестры, мы сейчас будем вместе молиться. И какое желание помолиться, давайте мы помолимся, поблагодарим Господа за благословение и за помощь. Аминь. Аминь.